Друзья, приветствую вас на канале Империи Инструмента. Сегодня с вами Антон и мы продолжаем разговаривать и обсуждать серию HP от компании Ryobi. Как вы уже поняли, у нас сегодня угловая дрель-шуруповерт, моделька RAT-18C. Старая моделька у нас RAT-1801M, новая моделька RAT-18C. Особо не заморачивайтесь с названием. Итак, перейдем непосредственно к сравнению. Старая версия, новая версия. Новая версия у нас, как мы видим, значительно меньше. Прямо значительно. Мало того, что она значительно ниже, короче, если правильно. И здесь у нас, я надеюсь, видно. Ну и здесь мы видим разницу в вылете, соответственно. Но не это главное, что их отличает. Значит, данная модель выпускается уже 100-500 лет. Она была еще в синем цвете. Это далекий какой-нибудь 10-12 год, когда еще Ryobi был синий. И эта дрель была точно такая же, только в синем цвете. Итак, по характеристикам. Старая модель у нас 20 Нм, одна скоростная на 1100 оборотов. Ну, так себе довольно слабенько. Новая модель у нас уже серия HP. Напоминаю, бесщеточный двигатель. 1700 оборотов. И она двухскоростная. Собственно, вот она у нас переключение скоростей. То есть, и по силе. 40, да? То есть, на 100% они ее сделали сильнее. Ну, наконец-то. Меньший размер. Сильнее, быстрее. Подсветочка. То же самое. Также мы видим, сильно у нас отличаются кнопки пуска. Здесь она более комфортная, широкая. Ну, и здесь она у нас такая более точная. Ну, и по патрону. А что по патрону? Ну, практически то же самое. Особо сильно не отличается. Здесь он такой более рифленый, что ли, стал. Ну, такого нового дизайна. Вот. Значит, ну, тем, кому хочется слышать, видеть полное описание, вы, собственно, можете перейти у нас по ссылочке, которая находится внизу. Итак, перейдем мы к практическим тестам. Кому не нужны эти цифры, а кому важен наглядный результат. Иди-ка сюда. Традиционная перебивочка. Итак, друзья, ну, наконец-то я подготовился. Сверхсложная подготовка оказалась. Значит, что мы сделаем? Мы сначала протестим на пятерочке у нас старую модельку, да, и вдогоночка пойдет новая модель. Так как у нас нету муфты ни на одной, ни на второй модели, тестить елочкой сразу отпадает. Соответственно, перейдем мы сразу к сверлению. Ну, наверное, контрольный один сделаю. Сам пока не знаю для чего, но сделать нужно. О, как ты, мой, хороший. Ну, валенок на реверсе. Вообще разница. Разница вообще не увидел. Смысл дальше тестить? Эти саморезы не пойму. Значит, не буду дальше. Все, видим, что как шуруповерт она сравняется. Для галочки я этот тест сделал. Дальше переходим к более интересным моментам. Возьмем мы то же самое сверло, что и тестили на предыдущих обзорах. Да? Ну и, собственно, попробуем засверлиться. Все сломал. Буду делать быстро, чтобы не тратить ваше драгоценное время. И, как говорится, без слов. Все будем наглядно видеть. 25 миллиметров. Быстрорез. И даже 20 ньютон не напрягается. На каком моменте сдаст? Как считаешь? Позиции старая модель. 25 миллиметров закончили. Погнали дальше. Перейдем мы, наверное, сразу к спиральному сверлу. Ага. Перешел. Совсем забыл сказать, патрон это здесь 10,10. Соответственно, спиральное сверло у меня уже сюда не лезет. Коронка у меня сюда тоже не залезет. Залезет только сверло Форстнера. Соответственно, пробуем на Форстнера на 10-м патрончике. Все. Чуть-чуть не хватило. 35 миллиметров у нас стоит сверло Форстнера. Значит, устанавливаем мы на него. То есть у нас, ну, можно сказать, старая моделька почти сдалась. Чуть-чуть ей не хватило дотянуть. Насиловать я ее не стал. Да, соответственно, попробуем новую модель. Посмотрим, что она сделает. Пока на второй скорости, а дальше посмотрим, может быть, на первой лучше. Оп. Тоже уходит в защиту. А нет. Ну, даже на второй скорости она, собственно, до конца дошла. Вот так. Что? У меня все остальное на патрон второй, P2. Что у меня есть? У меня есть коронка. Ну, давайте, наверное, сразу старичка насиловать не буду. 64 миллиметра. Короночка. Посмотрим, что произойдет. Переходим на первую. Эть, ты как. Не хочет. Ну-ка. В общем, при желании, я думаю, это, собственно, сделать можно. Если долго мучиться, как мы знаем, что-нибудь да получится. Да, но не рекомендую. Все-таки это более мелкие дрели. Ну, как мелкие. С маленькими патронами, с десяточками. Да, и сила двадцатка, и сорок, собственно. У некоторых, кстати, производителей сорок, это чуть ли не потолок, либо середина. Вот. Значит, ну что, данный тест мы закончили. Ну, такой мини-микро, то есть, вот она HP, напоминаю. Вот она старая дрелька, довольно громоздкая. Да, то есть, малыш у нас значительно быстрее и бодрее. Традиционно, надеюсь, что данный ролик был для вас полезен. Если у вас есть вопросы, пишите обязательно в своих комментариях, обязательно ответим на все. Если чего-то не знаем, уточним у производителя и все равно ответим. Сегодня с вами был Антон. Пока.